Новости на канале СТВ. В студии Елена Михайловская. Добрый вечер. И вначале коротко о главном. Новости на канале СТВ. В Гродно задержали педофилов. Сразу два уголовных дела возбуждены по факту совершения насильственных действий в отношении несовершеннолетних. Подробности в материале Юрия Корнеловича. В Беларуси изготовили покрытие, заживляющее раны и ожоги. В лаборатории по созданию чудо-винта побывала Надежда Бука. Новости на канале СТВ. В ситуации, когда на том или ином акционированном предприятии государство, даже владея контрольным пакетом, де-факто ничего не решает, не редкость. Иногда частник, используя уловки, такая возможность, к сожалению, есть, направляет прибыль только в собственный карман, а не на развитие производства. В итоге предприятие через какое-то время начинает отставать от конкурентов, теряет рынки сбыта и прибыль. Выигрыши собственник, льющий воду на свою мельницу, однодневку, государству же снова приходится думать, как сохранить рабочие места и провести модернизацию. О том, как избежать повторения таких ситуаций, и шла речь сегодня у президента. Ведь в собственности государства сейчас пакеты акций 1738 ОАО. Не дай бог, чтобы получилось так, как недавно нам пришлось с губернаторами Минской и Гомельской области разбираться по кондитерской отрасли, когда наблюдательные советы стали инструментом в руках одного дельца. Надо совершенствовать, конечно, ту систему, которая сегодня у нас существует. Но подходить надо не чохом, не общо, а действовать на тех направлениях, где это нужно и так, как это нужно. Если у нас возникли проблемы на каких-то предприятиях, или если есть крупные предприятия, где мы должны держать на пульсе руку, давайте принимать решение. Главе государства представили проект указа, предусматривающий совершенствование всех этих механизмов. Документ предполагал на порядок повысить эффективность управления акционированными предприятиями через наблюдательные советы, поднять их статус. Особенно там, где сильно смешанная форма собственности. Ввести на предприятие представителя от государства он бы и равновешивал частные интересы и народные. То, что сегодня наблюдательные советы формально-неформально работают, они не выполняют ту функцию, которая вообще возлагается о том, что они должны отстаивать интересы государства, не мешать, а в какой-то степени может направлять или даже поправлять генерального директора. Так а у нас генеральный директор, что он не государственный человек? Генеральный директор. Нами же назначен. Я могу взять, например, не все, допустим, хотят осуществлять серьезную модернизацию. Не все хотят обеспечить развитие. Зачем тогда держать там день директора? Там есть наше око и наш человек, который должен реализовывать государственные эти интересы. Опять же, вы хотите над этими государственными интересами создать некий президиум. Может быть, нам подумать о том, что сегодня, если есть необходимость в том, чтобы дополнительно, как вы сказали, государственное око должно присутствовать, значит, назначить туда своего представителя, чтобы он посмотрел. Не нужен? Значит, не нужен. Мнения собравшихся относительно предлагаемого правительства механизма разделились. Ведь в самом деле получается, что речь идет о создании дополнительного бюрократического аппарата в виде наблюдателя от государства. Кстати, в законе есть норма, которая позволяет не создавать наблюдательный совет в случае, когда держателей акций менее 50. Правда, эта норма почти не используется. Например, на Белате всего один акционер, а наблюдательный совет зачем-то создали. И таких случаев масса, когда в системе появляется, в общем-то, лишнее звено. Я считаю, что надо ошибки исправлять. Если где-то допустили ошибки, давайте будем их исправлять. Тем более мы сейчас создаем крупные компании. Вы представьте, вот справка в Китае, на огромный Китай, вот мне писали здесь, всего лишь там сколько, 300 или сколько компаний. 300, но это гигантские компании. Мы холдинги создаем. Поэтому у вас будет необходимость, может, одного-двоих на холдинг держать, человек, который будет. Вот, в структурах контролируют 117 государственных корпораций. Понимаешь? 38 из которых входят в 500 ведущих предприятий мира. 117. Огромный Китай. Империя. Мы сегодня бюрократию пытаемся сократить, а другой рукой ее будем увеличивать. Мы не предлагаем тут, ну, будем так говорить, коренной ломки. Мы говорим о том, что есть крупные предприятия, входящие... Нет, вы не ломку предлагаете, вы предлагаете надстройки. Прозвучало предложение объединить держателей мелких пакетов акций через государственного представителя-посредника, который бы отстаивал и их интересы. Интересы мелких собственников, мелких акционеров сегодня никто не защищает. Поэтому наше предложение о том, что если там есть хоть одна акция, то надо назначить его, чтобы он представлял этот человек, и интересы других мелких акционеров. При необходимости их могли бы готовить прямо в исполкомах, организациях, как раз отвечающих за эффективное управление госдолией в ОАО. Речь шла и об усилении роли профсоюзов в работе акционерных обществ. Она должна быть более активной. Механизмы управления стратегическими акционерными предприятиями неплохо отработаны в столице. И опыт может быть интересен другим. Эта система работает. Цель была указа только усилить позиции представителей государства по стратегическим направлениям. Мы отслеживаем валютно-фондовые биржи, как идут движения по акциям. Правильно. Эта система надо выстраивать работу органов власти соответствующим образом. В белорусской истории уже был эпизод, когда на проблемных предприятиях были представители главы государства. Закрепленный за производством чиновник следил за соблюдением госинтересов. Сохранение рабочих мест достойно зарплата и экспорт. Так, например, было на заводе «Горизонт». Сегодня требования те же, но механизмы их реализации возможны разные. «Модернизация. Вот главная задача сегодня поставлена. И выход на 60 или сколько тысяч долларов на брата. Так, Петр Петрович, или нет? Да. Ну вот и все. Нам важно, а, видеть, что предприятие живое, эффективно работает. Специалист это должен видеть. Там, где должна быть абсолютная диктатура технологий, вы начинаете туда вбрасывать хаос. Приводите это в порядок, чтобы это совещание не было пустым разговором. Чтобы после него мы произвели, опять же, я говорю, это нехорошее слово, зачистку по всем предприятиям, по всем направлениям. И не надо бояться, что о нас скажут. И говорят, мы инвесторов отпугнем. Да никого мы не отпугнем. У нас сегодня нет, вы мне не назовете ни одного инвестора, который пришел и что-то в страну принес. Он даже если рубль принес, то он в этот же день вынес 5 рублей или 5 тысяч долларов. Поэтому не надо в захлеб кричать о каких-то инвестициях. То, что мы сами сделаем, то мы сделаем. А любой инвестор придет для того, чтобы вложить минимум, взять максимум. И как минимум вывести прибыль. Впереди правительству предстоит серьезная работа по совершенствованию механизмов управления акционерными обществами с государственной долей. Евгений Горин, Валерий Науменко и Илья Пучко, телекомпания СТВ. Сделка состоялась. Беларусь-калий заключился Сбербанком России соглашение о рефинансировании кредита на миллиард долларов. Теперь годовой займ, который наше предприятие получило в декабре 2011-го, будет выплачиваться в течение трех лет. Беларусь-калий – один из крупнейших в мире производителей калийных минеральных удобрений. Его доля в мировом производстве около 15%. Под гарантию правительства Республики Беларусь от Сбербанка России получен кредит в размере 1 миллиард долларов США. Кредит позволил предприятию в полном объеме погасить досрочно синдицированный кредит, полученным им от Сбербанка России и Евразийского банка развития в ноябре прошлого года. Новый кредит привлечен сроком на три года и на более выгодных условиях. С ноября увеличиваются пенсии более чем на 14%. Средняя пенсия по возрасту будет около 2 миллионов рублей. Перерасчет связан с ростом средней зарплаты. Также с ноября возрастет бюджет прожиточного минимума до 880 тысяч. Соответственно, вырастут социальные пенсии и надбавки. Эти 14,7% это повышение будет применительно только к тем трудовым пенсиям, которые не исчисляются без применения бюджета прожиточного минимума средним на душу населения. С ноября месяца, кроме перерасчета трудовых пенсий, также будет производиться перерасчет социальных пенсий, надбавок, повышений и доплат к пенсиям. Все эти выплаты рассчитываются, исходя из бюджета прожиточного минимума средним на душу населения. Очередная космическая миссия под руководством белоруса Олега Новицкого провела успешную стыковку с МКС. После выполнения необходимых процедур, американские, российские и белорусские космонавты открыли люки и перешли на станцию. Международному экипажу предстоит полугодовая вахта. За это время он выполнит свыше полусотни научных экспериментов. Напомню, «Союз» стартовал с космодрома Байконур 23 октября. Впервые с начала работы МКС ракета взлетела с 31-й площадки космодрома, дублера Гагаринского старта. Смертный приговор приведен в действие. Сегодня в США, в штате Техас, 40-летнему преступнику была сделана смертельная инъекция. Бобби Ли Хайнс 21 год ждал в тюрьме приведения в действие смертного приговора. Высшую меру наказания американец получил за жестокое убийство своей соседки, 18-летней девушки. Он нанес ей множество ножевых ударов, а затем задушил веревкой. Техас уже несколько лет остается штатом с самым высоким числом смертных казней в США. Например, в прошлом году из 43 по всей стране 13 были приведены в исполнение именно здесь. Американский штат Техас прославился еще одним событием. Наблюдателям от АБСЕ не только не дали здесь работать в рамках президентской кампании на выборах, но и пригрозили уголовным преследованием. Причем к угрозам европейцы были вынуждены отнестись серьезно. Их огласил прокурор Техаса. Так из-за чего же разгорелся конфликт двух безупречных демократий? И можно ли было его избежать, если бы Западная Европа больше прислушивалась к соседям? Анализ в сюжете Глеба Лаврова. Группы и отдельные лица из-за пределов США не имеют право влиять на избирательный процесс в Техасе или вмешиваться в него. Если наблюдатели от АБСЕ приблизятся к избирательным участкам ближе, чем на 100 футов, 30,5 метров, то они могут быть подвергнуты уголовному преследованию. То, что коса европейской демократии с расплывчатым лезвием выборных евростандартов, рано или поздно найдет на камень демократии американской, было ясно всем и давно. Но то, что конфликт властей США и наблюдателей от АБСЕ случится уже в рамках этой избирательной кампании, оказалось сюрпризом для многих. Дело в том, что последний отчет БДИПЧО-БСЕ по американской избирательной системе, как всегда, содержал критики, критическую массу. Но вот требовать изменения от США, как это часто происходило в отношении с другими странами, евронаблюдатели не стали. Из отчета БДИПЧО-БСЕ о проблемных вопросах подготовки президентских выборов в США. В США не существует федерального органа, ответственного за контроль всего избирательного процесса. 4,1 миллиона граждан не имеют права голосовать. Только в четырех штатах действуют законы, которые четко разрешают присутствие международных наблюдателей. А ведь многие, в частности и наши государства, и Россия, давно предлагали конкретизировать эти самые стандарты выборов, сформулировать их, сделать общими. Однако бюрократы от БСЕ всегда применяли тактику стандартов двойных. Критиковали, огульно и бездоказательно, одни и те же страны. И закрывали глаза на нарушения в других. Так что сейчас чиновники из Вены, если могут жаловаться на кого-то или на что-то, то только на себя. На протяжении ряда лет Республика Беларусь предлагала партнерам по ОБСЕ разработать вполне четкие и понятные критерии проведения избирательных кампаний. Мы анализировали и международный опыт и хотели сделать вместе с нашими партнерами, экспертами ОБСЕ, четкие правила, которые позволили бы обеспечить прозрачность и системность данного процесса. К сожалению, в процессе этой работы мы столкнулись с тем, что избирательные процессы в целом ряде стран имеют серьезные системные недостатки. В частности, речь идет о Соединенных Штатах Америки. При этом очевидным является и то, что выработка единых механизмов наблюдения после техасского инцидента еще более необходима. А то ведь в противном случае на следующих выборах в тех же самых США чиновников ОБСЕ могут уже не просто предупредить об уголовной ответственности, но и, чего не доброго, применить к ним знаменитое правосудие по-техаски. Как известно, осмысленное и беспощадное. При этом непоследовательность позиции ОБСЕ по вопросу выборов в США действия американских властей, конечно, не оправдывает. Но серьезные недостатки в организации выборов в США, именно эта последовательная непоследовательность во многом и объясняет. Глеб Лавров, Екатерина Желянина, телекомпания СТВ. Барак Обама уже дважды войдет в историю президентства США как первый. Глава Соединенных Штатов впервые проголосовал досрочно. Несколько дней назад супруга президента Мишель Обама также отдала свой голос, но не лично явившись на избирательный участок, а отправив блютень по почте. Отмечу, первые избирательные участки в стране открылись около месяца назад. В двух штатах США, Орегоне и Вашингтоне, это единственная форма волеизъявления. Выборы в стране пройдут 6 ноября. Два громких уголовных дела расследуют в Гродно. Сразу два местных жителя задержаны по подозрению в педофилии. По предварительной информации, они уже были ранее судимы за аналогичное преступление. В одном из случаев жертвами насильника стали школьники младших классов. Во втором – несовершеннолетний подросток. Подробности в материале Юрия Корниловича. Сразу два громких уголовных дела возбуждены, расследуются в Гродно. В обоих случаях подозреваемые, ранее уже судимые за педофилию, местные жители. Под благовидным предлогом они приглашали несовершеннолетних детей в свои квартиры. В первом случае жертвами насильника стали два ученика младших классов. Один из них рассказал о случившемся своим родителям. Те обратились в милицию и подозреваемого сдержали. Данное лицо, оно уже ранее судимое за данное преступление. К нему ранее принимались меры принудительного лечения. Находился он на опеке у родителей. Единственное, что по данному делу непосредственно в дом к виновному лицу потерпевшей они насильственно не были приглашены. Они сами довольные пришли, а уже дальше были совершены 10 сексуальных характеров. Во втором случае преступление было совершено еще в феврале этого года, а потерпевший подросток и педофил были знакомы. Поэтому в правоохранительные органы никто не обращался. Выйти на преступника удалось благодаря масштабной оперативной работе следователей. Родители должны знать, где находятся их несовершеннолетние дети, чем они занимаются, должны знать о их увлечениях, хобби. Нельзя знакомиться и вообще поддерживать эти отношения с лицами, с которыми они познакомились на улице, совершенно случайно. Принимать от них какие-либо подарки, посещать их по месту жительства. Сейчас подозреваемые арестованы. В отношении их проводится следственное действие. Согласно Уголовному кодексу, за такие преступления предусмотрено наказание свыше 12 лет лишения свободы. Полтысячи нарушений зафиксировали камерой фотофиксации за день работы на Минской кольцевой. Теперь работать там они будут постоянно. Многие автолюбители инициативу поддержали, ведь это повысит культуру вождения. В то же время водители выступили с предложением пересмотреть скоростной режим на МКАД. Схему расположения фиксаторов на кольцевой попыталась составить Анастасия Корниенко. 90 ДТП, 19 погибших и 119 раненых. Такова статистика аварийности в Минске за первые 9 месяцев этого года. Большая часть автоЧП на счету кольцевой. Причина превышения скоростного режима. Инспекторы пошли на решительные меры и установили на МКАД фотофиксаторы. Статистика первого дня работы повергла в шок. В объектив попали полтысячи лихачей. И это при том, что... Камеры работают абсолютно открыто. То есть о их нахождении на том или ином участке информируют дорожные знаки. Фотофиксация ведется в обоих направлениях. Начинает она фиксировать превышение скорости от 10 километров. Фото поступают в этот центр фиксации правонарушений. Один оператор в день обрабатывает до 3000 снимков. Смотрим, зафиксированная скорость разрешенная. То есть превышение этой машины идет 16 километров. Камеры работают при любой погоде. За доли секунды аппаратура делает две фотографии. Одну со вспышкой. Всевидящее око увидит даже спрятанный под так называемой сеточкой номер. Проверено. Из центра информация по сети поступают к инспекторам. Они сверяют госзнаки и выставляют штраф. Нарушителям применяется нижний предел штрафа. Например, если превышение скорости составило от 10 до 20 километров в час, это штраф 50 тысяч рублей. От 20 до 30 километров в час штраф 100 тысяч рублей. Более 30 километров в час штраф 300 тысяч рублей. И если водитель повторно нарушил скоростной режим в течение года и превысил более 20 километров в час, штраф составит 500 тысяч рублей. В ГАИ предусмотрели все. Даже желание водителей составить карту размещения на МКАД фиксаторов скорости. Вот такие фотофиксаторы сегодня стоят на МКАДе. Всего три аппарата. Но уникальность в том, что они мобильные и их место дислокации каждый день будет меняться. Водитель со стажем Сергей Котов согласен. Фотофиксация – дело нужное. Как иначе поднимать культуру вождения? Едет впереди, резко влево и все. Лихачат? Лихачат, лихачат. Что касается МКАД, то здесь есть водительское предложение пересмотреть скоростной режим. 100 – это нормально. Это рабочая скорость. Я бы увеличил до 120. Это было бы оптимально. Пересмотр скоростного режима – дело времени. Тем временем Елена Решетникова запечатывает те самые письма адресатам лихачам. Хоть и сама водитель уже давно сделала вывод. Соблюдайте правила дорожного движения. Анастасия Кордиенко, Валерий Науменко, Дмитрий, Лойко, телекомпания, СТВ. Чудо-бинт. Белорусские ученые изготовили покрытие на перевязочный материал, который быстро заживляет раны и ожоги. Правда, чтобы начать его производство, нужно провести медицинские испытания. Сначала заживляющее свойство материала пробируют на животных. Надежда Бука узнавала, из чего делают чудо-бинты. Включаю вращающий электрод для того, чтобы наш формовочный раствор более равномерно распределился по мере цилиндра. Молодой специалист Екатерина попала на завод горного воска по распределению. Девушки сразу же доверили важное дело – принять участие в эксперименте с заживляющими волокнами с помощью вот этого наноаппарата. Кстати, такой в Беларуси всего один. В лаборатории получили первые образцы заживляющего покрытия, в основе которого – хитозан. Вот это и есть наш хитозан, нанесенный на бинт. Суть его в том, что он будет сниматься легко с бинта. Были проведены также испытания наших соотечественников, Саратовский университет. Они провели опыт, что у практически 93% людей, которые пострадали в результате ожогов, у них зажила рана приблизительно за 21 день. Хотя врачи ожидали, что это получится эффект в месяц-два. Что же такое хитозан? Это полимер, который получают из отходов переработки ракообразных. В данном случае крабов. Если смешать чешуйки с растворителем, получаются вот такие волокна. Эти волокна тоньше человеческого волоса. Они защищают места рана, вволакивая словно второй кожей. Эффект заживления происходит на глазах. В зарубежных странах чудо-бинт уже прошло испытание. У нас в скором времени его опробируют на животных. Заживляемость раны будет ускорена. Это первый эффект. И, естественно, будет радовать пациента. Что очень важно, что при больших поражениях поверхности кожи, когда кожа перестаёт играть роль преграды для проникновения инфекции, вот покрытие такими материалами с покрытиями из хитозана, они сразу же обеспечивают защиту человеку. Новинкой уже заинтересовались медики. В будущем заживляющее покрытие будет наноситься на салфетки и продаваться в аптеках вместе с обычными бинтами. Сегодня республика завозит по импорту достаточно много такого рода, может быть, на другой основе, но достаточно много материала по импорту. Мы же будем производить отечественный импортозамещающий продукт, который будет широко использован. Мы надеемся на это, широко используем. Доходность бинтов на основе хитозана будет значительно выше целлюлозно-бумажной пищевой продукции, утверждают специалисты. Самое сложное – исследование позади. Осталось получить патент и пустить в новый перевязочный материал производства. Надежда Бука, Александр Миронович, телекомпания СТВ. Сильный имидж не только ставит товары на полки мировых супермаркетов, но и привлекает долгосрочные инвестиции. Как его сформировать белорусам? Начать предложено с бренда «Минска». За дело взялись лондонские пиарщики. Они создают музыку, цветовой ряд, еду и даже аромат столицы. Из чего вообще складывается имидж государства? Об этом сегодня в программе «Поговорим» расскажет Олеся Высоцкая. Имидж – это когда простые ассоциации играют всерьез и по-крупному. Именно эту стратегию наконец-то и в Беларуси решили разрабатывать. Создавать имидж нашей страны теперь могут не только известные компании. Для всех объявлен конкурс на разработку брендов городов. Например, Жодина ассоциируется с Белазами, Несвиш с историей рода Радивиллов, а Минск с Троицким предместем и новой библиотекой в придаче. Но как собрать все воедино для полноценного имиджа Беларуси? Для того, чтобы создать более четкие, более яркие, понимающиеся символы Минска на всех уровнях восприятия информации людьми. Будет создана музыка Минска, будет создан визуальный цветовой ряд, то есть была создана цвета, цветовая палитра города, минская уличная еда, аромат Минска, будет создан объект уличной инфраструктуры. Программа «Поговорим» сегодня в 22.55. На этом у меня все. Далее проект «Столичные подробности» и итоговый выпуск в 22.30 с Олегом Степаником. Приятного вечера и оставайтесь на канале СТВ. Субтитры создавал DimaTorzok